От сердца к сердцу сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности проведали своих подопечных, воспитанников Литвинского детского дома. В канун Международного дня защиты детей ребята получили подарки и теплые слова поздравлений. О главном подарке чекистов в сюжете Аймторой Абдиной. Первый запах сирени под окном спальни и комнаты девчонок напоминает о том, что вслед за волшебным ароматом приходит самый добрый праздник – Международный день защиты детей. В канун праздника дети готовят друг другу подарки и ждут долгожданных гостей. А вы сами друг другу подарки делаете? Подружки? Ну да. Что вы об этом даете? Ну не знаю, там что-нибудь своим трудом, ну руками сделали там. Ну в основном воспитателям дарили. Хотел бы поблагодарить наших гостей за подарки, за то, что оказываете нам помощь. И мы всегда рады видеть у нас в гостях вас. Ежегодно перед самым праздником сотрудники Департамента комитета национальной безопасности Карагандинской области выезжают навестить воспитанников Литвинского детского дома, расположенного в Осокаровском районе. Как и в предыдущие годы, в этот раз офицеры привезли множество подарков, главный из которых – пианино. Сегодня мы всем детям привезли детские вещи, игрушки, строительные материалы для благоустройства интерната, а также настольные игры. Это шашки, шахматы, нарды, лото, домино, мафиози, такого вида игры. Все это передали радостным детям и администрации. В Литвинском детском доме воспитываются около 300 детей в возрасте от 3 до 17 лет. По словам руководителей дома, в последние годы количество брошенных детей увеличилось. Из 300 лишь 10% детишек являются круглыми сиротами. Вот эта категория воспитанников особенно радуется визиту гостей. Дети всегда, если узнают, что приезжают сотрудники КНБ, то есть у них такой душевный подъем, настроение. И сегодня мы, естественно, тоже их встречаем в преддверии такого праздника и будем радоваться их подаркам. Среди множества игрушек небольшая кукла была подарена маленькой Марине. В комнате, где она живет с ровесницами, игрушка будет соседствовать с крошечной Барби, которую девочке когда-то подарила ее мама. С Барби малютка никогда не расстается, мечтая о том, что в следующий раз, когда сирень подарит свой первый воздушный аромат, мама отдумается и заберет навсегда Марину из детского дома к себе в родной дом.